Или данный механизм похож на Роберта Касаки, «Богатый папа, бедный папа». Но это означает, что вы богатый человек станете или миллионером станете. Нет. Здравствуйте, господин Довлатов, что для вас тупиковая, безвыходная ситуация? Четыре часа, как стихи выступают и не понимают, о чем я рассказываю. Я себя научил говорить так, давай об этом буду думать завтра. Потому что короля делят не корон, который у него на голове, короля делят королем. Если бы решили сделать инвестиции Армении, в какой области сделали это? Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши друзья, дорогие наши зрители, дорогие наши читатели. Меня зовут Санюр Довлатов. Спасибо, что вы смотрите рубрика «Вопросы Довлатову». Сдаёте актуальные вопросы, мы с удовольствием отвечаем за ваши вопросы. Пожалуйста, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте своим друзьям, знакомым, которым вы читаете, что эта рубрика поможет в жизни. Дорогие мои, вот эта рубрика посвящается Армении. Эти все вопросы, которые я буду отвечать, они пришли к нам с Армении. Вот, первый вопрос такой. Уважаемый господин Довлатов, мне не совсем понятен механизм сбрежения или экономия денег вашего мастер-класса. Как добиться финансовой стабильности за 18 месяцев? Почему за 18 месяцев? Я как понял, данный механизм вроде MLM? Он просто задает вопрос, это как MLM идет или нет? Или данный механизм похож на Роберт Касаки, богатый папа, бедный папа? Или это что-то другое? Вот, вопрос задает Аноним, 45 лет работаю в области HR. Дорогой, это не MLM, абсолютно не MLM, это система управления денег. Мы не обучаем экономии, мы обучаем, как систематизировать управление денег. Когда человек систематично начнет управлять деньгами, научится понять, как создавать капитал, как построить денежный поток и так далее, он постепенно, постепенно усваивает этого. Почему за 18 месяцев любой человек, практикуя нашу систему, практикуя, это полтора года будет, минимум это полтора года, у кого-то за 2-3 года получается, ну, минимум полтора года у него появится финансовая стабильность. Что такое стабильность? То есть вот эта постоянная нехватка исчезнет, постоянная приживание, постоянная нехватка, с одного, можно сказать, зарплата до того зарплата, а вот бегание, она исчезнет. Появится у вас финансовая стабильность, но это не означает, что вы богатый человек станете или миллионером станете, нет. Но это означает, что вот это давление, постоянная финансовая нехватка исчезнет, появится некая стабильность. Когда стабильность появится, у человека появится шанс в будущем стать финансово свободным. Например, почему мы уверены, что любой человек может научиться управлять деньгами, любой человек может систематизировать и научиться управлять деньгами. Почему мы уверены? Потому что средняя школа научила нас всех писать, читать. Кому-то один раз показали, кому-то два раз показали, кому-то 50 раз показали, но в целом все научились писать, читать. А вот станет ли человек академиком или профессором или нет, это уже зависит в дальнейшем от его выбора. Здесь то же самое. Практикуя нашу систему, у вас появится финансовая стабильность, у вас появится система, которая позволяет вам накопить капитал, у вас появится система, которая помогает вам в дальнейшем построить денежный поток. А вы станете миллионером или нет, это уже дальше ваш выбор. Поэтому это не система Роберта Киосаки, это не система MLM, это абсолютно другое. Это как самому научиться управлять своими деньгами и постепенно, постепенно дойти до финансовой свободы. Это самому. А философия Роберта Киосаки, это квадрант денежного потока, основа, корень его философии. То есть как наемного работника постепенно дойти до инвестора. А у нас система показывает, как ты самому можешь управлять, систему наладишь, а постепенно, постепенно система помогает тебе прийти, у тебя капитал появится, постепенно у тебя появляется возможность денежный поток строить, возможности у тебя и активы появятся, которые работают на тебя, и денежный поток появится. И если хочешь, ты можешь инвестировать и так далее, и так далее. Вот такая система у нас. И эта система доказала себя за все эти годы, я 20 лет обучаю людей, за это время более 600 тысяч человек обучали эту систему, и очень много людей есть в результате. Второй вопрос, Диана Диковский, она очень известная певица. Спасибо, что обращались к нам, спасибо, что смотрите нашу рубрику. Мы выбрали ваши вопросы, пока один вопрос, отвечаем на него. В дальнейшем, возможно, на остальные ваши вопросы тоже будем ответить. Здравствуйте, господин Довлатов, что для вас тупиковая, безвыходная ситуация или выхода есть всегда? Как вы справитесь и какую стратегию выстраиваете при неоднократном идущем чередой фиаско, то есть неудаче? Дорогая Диана, смотрите, вы прямо вопрос задавали так, как моя жизнь прямо. Мои жизни, неудачи, они всегда помогали мне стать сильнее. Я закончил среднюю школу, не мог поступать в ВУЗ. В тот момент я был очень недоволен. То есть я поступал в ВУЗ, не мог учиться в ВУЗ, денег не было. В тот момент я был очень недоволен. А я сейчас так благодарен жизни, что тогда не мог учиться. Если я учился бы тогда, возможно, моя судьба сложилась бы по-другому. Я побывал в Москве, полгода жизнь грузчика, на улице жил, и никому было надеяться, ни у кого советоваться. И это сделал меня сильным. Я стал тренером, не мог говорить на русском языке, и мне пришлось иногда селими ночами, по двое суток сидеть, наизусть изучать, почти сели книги, почти сели тетрадь. А потом выйти и наизусть как стихи почитать. Четыре часа как стихи выступать и не понимать, о чем я рассказываю. Я начинал именно так. У меня не было 99,99% шанса стать, кем я есть. И эти все затруднения, эти все трудности закаляли мой характер. Я был в долгах, и 174 человека, и 4 банка, много людей пытались меня загонять в турму. Даже те люди, которые в свое время у меня автограф не могли получать, они везде ходили, угрожали меня, хаяли. Я видел и рикатеров, и видел и бандитов, и финансовой полиции, и кого угодно. И все эти ситуации порою в тот момент, когда столкнулся, все казались как будто безвыходными. Потому что ни на кому было надеяться. Я многократно обращался к издательствам, чтобы в России сдавать свои книги. И большинство из них отказали меня. И не один раз, десятка раз, что аналогичные книги полно, кому нужны ваши книги, и так далее, и так далее, и так далее. И на сегодня они с удовольствием работают со мной. Что этим я хочу сказать? Я учусь у природы. В природе есть такая сила. Посмотрите философию воды. Вода что делает? Вода, когда сталкивается с барьером, она останавливается и набирает мощь. Пожалуйста, внимательно послушайте то, что сейчас я говорю. Я учусь постоянно от природы, потому что природа настоящий наставник. Когда вода сталкивается с барьером, она останавливается, начинает набирать мощь. А потом преодолеть любую, сносит с собой любую дамбу. Абсолютно любую. Я этому научился. Это означает, что когда какая-то проблема сталкивается в моей жизни, я останавливаюсь. Я просто успокаиваюсь. Я себя научил говорить так, давай об этом буду думать завтра. То есть, в тот момент, эта проблема может возникать, чтобы поспешные решения не принимать, чтобы потом не сожалеть, чтобы не торопиться, чтобы не отчаиваться. Я выбираю время. Я говорю, об этом буду думать завтра. Даже если это хорошее, даже если это плохое, неважно. Я всегда выберу время. Я пока этому научился, правда, жизнь меня этому научила. Но это очень важный инструмент. Через день я постараюсь быть выспавшим. Я постараюсь быть хорошим настроением. Подойти к решению этой проблемы заново. Набирать побольше информации. Изучать разные параметры этого проблемы. Возникновение этой ситуации. Узнавать, были у кого-то похожие ситуации. И так далее. То есть, я изучаю его. А потом подойду к решению этой проблемы. Когда у меня внутреннее состояние, выше, чем эта проблема. Не бывают большие проблемы. Просто бывает маленькая личность. То есть, бывает небольшой человек. Любая проблема решена. Понимаете? Любая проблема, которая для нас кажется тяжелым, трудным, нерешимым. Для кого-то она является мелочью. Потому что у него личность высокая. Второе, что я учился именно от воды. Это вода, когда капает на одном точке. Стабильно капает на одном точке. Вода мягкая. Но вода может камень. Камень отточить. Когда стабильно капает на одну точку. Постепенно делит отверстие в камне. Это о чем говорит? Это говорит о том, что если это кажется тяжелым и большой и так далее, просто надо использовать другую тактику. Не одного удара, а надо использовать другую тактику. Тактика – капелька вода. То есть, это постоянство. Выбирать постоянство. Это как самурай, который оттачивает свое мастерство годами. Это как мастер восточный единоборств. Как мастер шаолина, камфу, который годами тренируется. Понимаете? Как научный исследователь, который годами капает в одну точку. То есть, бьется на одну точку. До тех пор, пока цельно достигнута. То есть, скрыть воду, вода победит камень не потому, что вода сильная, а потому, что тактика правильная. Это что означает? Стабильность. То есть, я выбираю иногда такой подход. Просто стабильно делай одно и то же, до тех пор, пока не получается. Вот и все. Потому что мастера самурая и мастера камфу давним-давно это доказали, что 10 тысяч раз тренировка одного и того же упражнений тебе делят непобедимым. И это правда. 10 тысяч часов работы над собой тебе делят видящимся мастером в своем области. Поэтому, когда с каким-то проблемом сталкиваетесь, самое главное, его надо осознавать. Принимайте эту проблему, осознавайте. Всегда, в первую очередь, человек должен осознавать, что жизнь по отношению к нам очень справлива. На каждом этапе развития нашей жизни сама жизнь дает нам новые уроки, новые трудности, новые проблемы. Но именно эти проблемы, решая их, эти трудности решая, мы придем на новый уровень. Узнаем нового, то, что не знали раньше. И это необходимо для развития сильного личности. Это так должно быть. Потому что короля делят не корону, которые у него на голове, короля делят королем испытания, которые он прошел. Поэтому точно так же успех – это не просто так подарок судьбе. Успех – это его надо заслужить. Через много-много испытаний пройти. Много-много испытаний. Я думаю, что вы меня поняли. Поэтому принимайте ситуацию, а потом анализируйте его и посмотрите, на чего вы можете повелять. Пусть она будет 1%, пусть она будет чуть-чуть. Но подумайте, подумайте, на что вы можете повелять. И начинайте с этого. И постепенно вы можете решать все. Любая ситуация дается под вашим влиянием, под вашим властом, если вы начнете действовать. Любая проблема, она становится решимым, когда человек начинает действовать. Но только он должен понимать, на что он может повелять. И начнешь совершать действия, ситуация изменяется. Аида из Еревана. Уважаемый Самурод Давлатов, у меня вопрос. Если бы решили сделать инвестиции в Армении, в какой области бы сделали это? Аида, дорогая, если бы я сделал инвестиции в Армении, я не знаком с экономикой Армении в дальний момент. Мне надо его внимательно изучать. Но я бы сделал инвестиции только в тех областях, что есть в Армении, то, что востребованы в других странах мира. Например, что можно в Армении произвести, что можно разработать или привести? То, что нуждается другой народ, нуждаются люди из других стран. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот так. Это первое. Я сделал бы это. Второе. Я сделал бы анализ и посмотрел бы, на что люди дальше хотят тратить деньги. Например, скажем, что у большинства людей свои родственники, знакомые друзья, посмотрите. Скорее всего, у большинства уже мебели дома есть. Уже мебель. Например, 20 лет назад у большинства не было хорошей мебели. Сейчас у многих есть хорошие мебели. Посмотрите, посуда. А, у многих уже появилась посуда. Одежда. Возможно, у многих уже есть одежда. Коври и так далее, и так далее. Может быть. А на что человек дальше будет потратить деньги? Надо изучать менталитет. Надо посмотреть, на что человек будет дальше потратить деньги. Внимательно об этом надо подумать. Вот. Я бы изучал так. Вот это два вещи. Первое. Что можно произвести в Армении? То, что нуждается в другой стране мира. И вот так. Второе. Я изучал бы, на что местные люди будут в дальнейшем потратить свои деньги. Я это изучал бы. И инвестировал бы в это два. Отталкиваясь из этого два пункта. Арсен, 40 лет. Предприниматель. Господин Довлатов, спасибо за возможность задать вопросы. Я из Армении, но сейчас живу в России. У меня часто получается так, что мои идеи в бизнесе очень легко уходят к другим людям. У них больше денег и больше команды, и они очень быстро их внедряют. С одной стороны, я виноват сам. Не надо делиться. Но с другой стороны, хорошую идею не спрячешь. На примере, поделиться со службой поддержки Инстаграм идеи, и через некоторое время ее внедрили. Это не было просто совпадением. Поделиться с другим сервисом. Но они также не уважали мои права. Как генерировать идеи, сохранять их и получать с них хотя бы часть прибыли. При этом я знаю, что идея, как таковая, не регистрируется. Как заранее защитить себя от такого ущерба. Дорогой Арсен, если вы будете в дальнейшем, у вас будут какие-то уникальные идеи и так далее, которые вы видите, что что-то улучшит, скажем, какие-то службы поддержкой, или там таких гигантов, как Инстаграм, Гугл и так далее, и так далее, приходите к ним с предложением, что у меня есть идея, как сделать у вас чего-то хорошее, чего-то лучшее и так далее. Но я бы хотел, чтобы это озвучивать с адвокатом, это озвучивать с кем-то. В Европе это делается так, в Америке делится так. Америка именно так и делится. Потому что это гигантские компании, у них есть большая команда, у них есть ресурсы, у них есть возможности. Они быстро будут внедрять любую идею, которую вы им передаете. Но смотрите, поэтому всегда надо говорить о результатах, а самого, как это делать, желательно не озвучивать. Всегда говорят о результатах, например, благодаря, у нас мы разработали программу, которая поможет вам делать вот это, вот это, вот это. То есть вы получите вот это, но не говорит, как это делать. Порой очень важно, чтобы вот так делать. Или озвучивать идею вместе с адвокатом, чтобы это все зафиксировалось и так далее, чтобы было носители, которые вы могли бы иногда доказать. В Америке это делится именно таким образом. Я был в Америке несколько раз, они делали именно так, даже когда со мной предлагали мне разные идеи и так далее, они позвали адвоката. И сидели адвокаты рядом со мной, зарегистрировали все то, что они говорили. Вот так и было. Поэтому можете практиковать так. Но если у вас будут какие-то уникальные идеи, чтобы самому делать бизнес и так далее, консультируйтесь, делайте. Я хочу вам одну очень важную вещь сказать. Знаете, я придерживаюсь того философии, что вашу идею, как вы, никто не могут реализовать. Другой можете его делать, он будет что-то похожее того, но он не будет 100% одинаково, как вы задумались. У меня были в жизни много раз такие случаи. Например, я поделился идеями, друзьями или знакомыми. Они попытались делать, они как-то первые шаги делали, какой-то уровень дошли, а потом дальше не знали, что делать. Они возвращались, потом начали мне говорить, послушай, дорогой, вот помнишь, Тит когда-то так рекомендовали или так рассказал, вот это мы делали, а дальше как быть? А вот тогда я вам сказал, ребята, если вы это сделали без моего, можно сказать, не формируя меня без моего согласия, давайте тогда вы меня либо платите, либо я вам помогу это все довести до конца, но вы меня делите себе партнером. И некоторые компании так и делали. Они сделали меня партнером, я помог им довести эту идею до результата. Поэтому используйте вот такие подходы. Конечно, некоторые идеи вы не можете защитить, они все равно уйдут. Это так, потому что идея – это информация. Информация ходит в эфир, то есть она в эфире, она свободно гуляет. Она попадает в сознание того человека, чей сознание готов. Это похоже как телевизор. Если, например, ваш телевизор настроен на Останкина, она начнет показать первый канал. А у кого-то, соседей или у кого-то тоже настроен же на этот канал, и он тоже показывает это. Что это означает? Это означает, что идея, когда появится в вашей голове, она одновременно появится в голове несколько таких людей, как вы. Кто уровень восприятия похожий, как вы в этом сфере. Она появится не только у вас, но каждый будет его видеть по-разному. Кто-то видит его так реализовать, кто-то видит пути реализации по-другому. Дорогие мои, ставьте лайк под нашу рубрику. Эта рубрика была посвящена Армении. Рекомендуйте, пожалуйста, нашу рубрику своим знакомым, друзьям, кому она поможет, кому она принесет пользу. Мы эту рубрику разработали с такой целью, чтобы хоть каким-то образом служить вам, хоть каким-то образом кому-то помочь в жизни. Вдруг кому-то это реально поможет. Но мы знаем, что из тысячи все равно хотя бы появится одного, кому она будет достаточно помогать. В моем книге есть такая притча. Однажды парень приходит, видит, что старик в берегу, в берегу и бросает ракушки в море. Потому что после ветра, после штурма ракушки выбрасывалось на берег. Старик собирает, бросает море, собирает, бросает море. Парень подходит к старику и говорит, старик, ты сумасшедший. Ты что, думаешь, что таким способом может чего-то изменить? Это бесполезные действия, то, что ты делаешь. С каждой вечери, каждый день по всему миру происходит это. Океан выбрасывает на берег, море выбрасывает на берег, столько-то ракушки. Ты ничего не изменишь. Тогда старик взял ракушки в руках и сказал, ты прав. Я в мире, возможно, ничего не изменю. Но для этого, и показывает одну ракушку, для этого что-то изменится точно. И бросает в море. Поэтому, дорогие мои, думаю, что для того человека, который слушает эти рубрики, хоть что-то изменится. К вашим услугам, всего вам доброго.